Книга «Открытым коком», том 2, вопрос 683. Тема грех. Как можно требовать и искать плода у смоковницы, если еще не пришло время плодов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Марка 11.13. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Сравните, как написано в Евангелии, и как вы задаете вопрос. Время плодов и время собирания плодов. Плоды могли быть, но не настало еще время собирания, ибо уборочная страда начиналась с определенного дня. Господь заранее знал, что нет на ней никаких плодов, и слова «не найдет ли чего на ней» не означают неведение. Но Евангелист Матфей пишет так, как они поняли намерение Христа. Он специально подошел к ней, чтобы преподать наглядный урок ученикам, и не за огорчение, что она обманула его надежды, проклял ее, но просто избрал ее как пример, чтобы показать ученикам бесплодность пути греха, как толкует Иоанн Златоуст. Адам прикрыл смоковными листьями стыд свой, и здесь смоковница прообразует путь греха.